Самоуправление Эрец-Исраэль Римские власти и до известной степени их ставленники, дом Ирода, почти не вмешивались в вопросы еврейского самоуправления на местах. Последние цари династии Хашманаин, Хасманеев, цари дома Ирода, а также римские прокураторы, постепенно лишили Сан-Идрин, Верховный суд, большей части его полномочий. Он утратил право наложения вето на важные политические решения, а в дальнейшем и право выносить смертные приговоры. За 40 лет до разрушения второго храма заседания суда уже не проходили в нем. Согласно закону Торы, прекращение заседаний в храмовом зале, расположенном в непосредственной близости от жертвенника, означало невозможность в дальнейшем разбирать дела о преступлениях, наказанием за которые является смертный приговор. По закону дела о преступлениях, наказуемых смертной казнью, могут разбираться всеми компетентными судами только в том случае, если местом заседаний Великого Сан-Идрина является определенное помещение в самом храме. Изгнание Сан-Идрина было во многом добровольным. Его члены сами отказались от права принятия решений в подобных делах. Такие жизненно важные проблемы, как регулирование календаря и установление нового месяца, по-прежнему оставались в ведении Сан-Идрина. Но все вопросы, касающиеся принятия политических решений, несмотря на то, что раньше они тоже регулировались законом Торы, теперь оказались вне его компетенции. Полномочия в области религиозного закона, касающегося повседневной жизни человека, остались у местных судов. Поскольку большинство народа концентрировалось в маленьких городках и деревнях с исключительно еврейским населением, сохранились прежние формы местного управления. Дела города находились в руках Совета, члены которого чаще всего выбирались семью мудрецами, пользовавшимися всеобщим признанием в городе. Наиболее важные решения принимались в присутствии народа. Смотри, Мегила, 26 Алиф. Местные советы, в состав которых входили три мудреца, получали права и полномочия от главы Сан-Идрина, носившего титул «Носи». Такие суды определяли практическое применение закона в общине, устанавливали конкретно, какая пища является разрешенной в соответствии с законами Кошарута, допустимо ли заключение брака, какие действия считаются видами работ, запрещенных в субботу и праздничные дни, а какие могут быть разрешены. Предполагалось, что мудрецы должны осуществлять духовное руководство в городе и области, и для этого были предусмотрены соответствующие должности. После разрушения храма полномочия Сан-Идрина сократились. Он перестал являться центром еврейской жизни, влияние которого ощущается постоянно и повсеместно. Тем не менее, глава Сан-Идрина признавался руководителем евреев в Израиле как еврейским населением, так и властями. Его было принято называть «Носи» не только в народе, но и среди мудрецов. Одной из важнейших функций, которую по закону Торы Сан-Идрин должен был осуществлять и в условиях отсутствия храма, было установление начала нового месяца, а также добавление дополнительного месяца к году. Такая необходимость возникала из-за того, что еврейский календарь основан одновременно на лунном и солнечном циклах. От установления начала нового месяца зависело, в какие дни будут отмечаться праздники. Право учить и выносить конкретные постановления в соответствии с законами Торы передавалось учителем-ученику, если тот оказывался достойным во всех отношениях. Такая передача, как непрерывная цепочка, тянулась от Моше через Йошуа, старейшин и пророков. Процедура объявления ученика мудрецом имела полную силу только при условии, что она была совершена на территории Эр-Цесраэль. В этом случае тот, кого объявляли мудрецом, признавался авторитетом в любой из областей законов Торы. По древней традиции, объявление мудрецом не могло состояться без одобрения на си. Это способствовало сохранению главой Санедрина статуса духовного руководителя народа. По мере усиления римского гнета, Наси все более нуждался в поддержке. Руководители Вавилонской диаспоры неоднократно пытались установить с главой Санедрина более тесный контакт, чтобы придать ему дополнительные силы и вес. В 358 году под руководством Наси Гелеля II были произведены расчеты, опирающиеся на астрономические сведения устной Торы. Это позволило создать постоянный календарь, в основу которого был положен 19-летний цикл, учитывающий все годичные изменения. Определение дня начала месяца по свидетельству тех, кто наблюдал появление новой Луны, периодическое добавление дополнительного месяца к году и другие правила регулирования календаря являлись основным моментом централизации различных аспектов жизни всего еврейства. Поэтому, отказавшись от ежемесячного и ежегодного регулирования календаря, Гелель II отказался тем самым от важнейшего механизма влияния Санедрина на весь еврейский мир. Значение Носи как руководителя всего народа постепенно ослабевало, и в 429 году эта традиционная должность перестала существовать. Упразднение должности Носи произошло после раскола Римской империи и принятия христианства Восточной Римской империей в 324 году. Византия, под властью которой оказалась территория Израиля, старалась вытеснить оттуда евреев с помощью непомерных налогов и всевозможных ограничений. Одним из средств усиления влияния явилось разделение территории Израиля на две провинции и создание в каждой из них своего Санедрина, что и привело к упразднению должности Носи. Однако мудрецы нашли форму управления, позволившую осуществлять единое руководство еще долгое время. В Твери был организован Великий Совет Бейт-Вагат-Гагатоль, который заменил Носи. Все время, пока существовала должность Носи, его власть не подкреплялась ничем, кроме традиции и общего признания, которые только и могли сделать его реальным правителем. После раби Иуды Ганесси в 135-220 годы лишь Гилель II обладал достаточным авторитетом, чтобы в полной мере управлять всеми делами народа. Такая важная функция, как сбор налогов, никогда не осуществлялась Носи. Этим занимались старейшины. Они же ведали сбором тех частей урожая, приплода скота и отдельных частей тушь животных, которые по закону Торы принадлежат Куанин. Непомерные налоги, взимавшиеся римскими, а затем византийскими властями, ложились на плечи населения все более тяжким бременем. Их сбор был нелегким и неприятным занятием, и в конце концов все начали уклоняться от этой тягостной обязанности, а должности, связанные со сбором налогов, утратили прежнее значение. Вероятнее всего, управление на местах осуществлялось с одной стороны местным судом, а с другой — главой собрания, который назывался греческим термином «архисинагогус». Должность архисинагогуса существовала уже в период второго храма, но ее значение возросло позднее. Ослабление централизованного управления привело к тому, что местные лидеры, пытаясь выйти на политический уровень, стремились к установлению самостоятельных отношений с нееврейскими властями. Например, Раби Абаху из Кейсарии, 300-й год, стал главной политической фигурой своего поколения, несмотря на то, что формально не был наделен какими-то ни было полномочиями. Ослабление центральной власти и сужение сферы влияния Великого Совета происходили на фоне общего ослабления еврейских общин и уменьшения численности еврейского населения на территории Эрц-Исраиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова